Друзья, всем огромнейший привет! Начало видео забыл записать в сервисе. Вы сейчас, кому интересно, посмотрите то, чему я учусь здесь в PDR-центре, куда меня пригласили на обучение. Я не все могу снимать в этом сервисе. Мне кое-что запретили показывать. Что вот сегодня смог снять, и чуть-чуть расскажу о том, что я за эти 4 дня успел попробовать, вы посмотрите в этом видео. Видео довольно-таки длинное, чуть больше получаса. Поэтому, кому не интересно, просто не смотрите. Но в видео почти все моменты, то есть на всем протяжении, есть что посмотреть и послушать. А, вот штука прикольная, кстати. Это фиговины на этих. Блин, такое, кстати, в малярке очень актуально. Вот эти штуки. Это типа как мелок, но им очень удобно, что он потом спокойно полиролю убирается, никаких следов не оставляет. Отмечать косяки вообще шикарно. Ну, дорогой, ты понял, да? Такая штука. Белый карандаш универсальный по всем цветам. Ну, черный в основном только белый и серый. Поэтому хватает только. Можно взять один черный стержень, и, допустим, куча белых. А стержень отдельный, как вкидывается, типа. Короче, маркировка у этого карандаша. Я на камеру не могу почему-то снять. Не фокусируйся, зараза. Артикул 76.8 N-0. Это ее марк. По поводу насадок. Я так смотрю, тут в комплекте их не так уж и много. То есть длинные, овальные, прямые. А разного рода круглые, круглые, плоские, круглые, чуть-чуть с эллипсом. Короткие с эллипсом. Еще чуть-чуть короче тоже с эллипсом. Прямо такого разнообразия. Жутко дикого. Ну, я бы не сказал, что тут много есть. Ну, тем не менее. Вот они. Ну, тут подобные половины лежит. То есть, вот они. Это все одинаковые. Вот одинаковые. Вот одинаковые. Это все одинаковые. То есть, все подобное. Тут реально получается 4 или, ну, может, 5 видов. Если разделить их на подобные, да? Такие. Ну, смотри, вот я сейчас отделяю подобные. И получается, что реально разновидности. То есть, самих разновидностей. Ну, может, там 4 или 5, да? То есть, вот это подобные. Вот дальше круглые. Друг к другу подобные. Ух ты, а ты такая дожаная кривая? Да. Ну, прикольный. Так называемые отделители или ромбики. А куда их клеить? Я вчера им клеил на дверь. Они получаются этой плоскостью. Положатся в крис. А так как вот эти части, они отгибаются, то есть у тебя... А, короче, можно поместить четко в яму его. Да. Ну, вот это, сарапины. За счет этого он лучше. За счет огоньки прицепляется и вытягивается. Прикольно. Ну, по сути, ими больше всего работают. Ага. Почему, допустим, их много, допустим, этих 3? Иногда бывает длинное, но тебе одно так, чтобы не клеить. Сразу 3. Подряд, да? Ну, еще бывает, они там наступают, на них отламываются. А разница, то есть вот такой не подойдет туда? Вот это, это вот такой же, как обрезанный. А, это в основном, да. Это вот тоненький кризис. Куда ты крючком не подлезешь, там арки, крыльев. Там удобно, где можно. Клеиваешься таким и дергаешь. Понятно. А вообще еще разновидности бывает, кроме того, что тут лежит? Бывает куча миллионов, там, с пупырышками, шина мощная, шина гладкая, вот как здесь, например. Вот какая-то непонятная, вот это непонятная, честно. Понятно. Бывает вот такое со сферой, то есть у тебя вмясина такая, а внутри, скажем, чуть-чуть потянутая, маленькая. Вот ты их раздаливаешь сюда, тут капелька образуется, оно прям капелькой туда повреждения. И у тебя получается, ты тянешь площадь вокруг и непосредственно глубину повреждения сразу, да, и вытянешь. Прикольно. Вот, тиди, вот видишь, у них. А что тут, ну, это просто для площади сцепления такие наткрасы? Да, мощный, очень, очень мощный. Как ревентор вешь, да? Ну, если, допустим, подержать минуту-две туда, почти намертво. А, кстати, да, по поводу минуту-две, то есть выдержка на клее после нанесения, я так понял, там не длительная, то есть полностью нельзя остывать, давать им. Нежелательно. Во-первых, тяжело будет отдирать, во-вторых, можно отдирать вместе с краской. А так, в принципе, суть в чем, допустим, маленькая площадь остывает быстро, то есть секунд 10-15. То есть прилепил, 10 секунд ты дергаешь. Адаптер, соответственно, больше повреждения глубже, не там какой-нибудь алюминий, либо джип, либо там американец, там немец, секунд 40 держишь и отбиваешь. А клей в основном черный, да, тут? Клей черный, да, универсальный. Когда какой-нибудь джип, тоже там алюминий, либо что-то очень сложное, уже берем светлый клей. Это крепче, чем черный? Да. Понятно? Так, ну, пока. Александр побежит к корову, сделает. Мы еще пройдемся по инструменту. То есть я так коротко сейчас в одно видео воткну все, что я тут за три дня усвоил. И смог хоть чуть-чуть понять, что для чего нужно. Крючки разновидности, да? Это крючки для работы в дверях через стекольную щель, не разбирая дверь вообще. Разного рода загибы для захода под усилители, для низа двери, то есть подлезть, обойти усилитель и так далее. То есть короткий, длинный, смотря где усилитель расположен, с разными коленями, разным углом этих колен и так далее. С разной округлостью, носики, не носики, там насадки на носике. Все это для работы через стекло. Далее. Труднодоступные места под усилители, в капотах, в крыльях, через фонарики где-то там. Вдоль усилителей. Это вот такие вот. Более-менее тонкие, длинные. Они уже не особо силовые. Чисто доводочные. Есть он прям вообще 3 мм. То есть силовые элементы, силовые части ими не тянутся. Вот они также для сложного доступа. То есть не работа по прямой, а где-то там вдоль усилителя под что-то пролазит. Это уже можно по работе по прямой. Также и куда-то более-менее в скрытую залезть. Здесь идет, я сейчас покажу, что я имею ввиду под работой по прямой. Это вот эти вот крючки. Разная длина, универсальная ручка на них на всех. От того, что разная длина, само собой разная дистанция работы. И также есть разные загибы на разных длинах, под разными углами. Под закручиванием насадок. Автономные. То есть что есть, то есть. На них мы ничего другого не накрутим. Насадки у нас вот. То есть тут отвертки, резиночки. Есть еще острее, покажу сейчас. Вот она. Другие насадки, прям иголочки. Можно шагрень изнутри делать. Нож. Что-то там. Ну и мне ничего не пришлось. Не довелось им поработать. И удлинители, потому что возможно подошли под усилитель. И не хватает просто длины, чтобы нажать. Мешает усилитель. Поставили удлинитель. Отработали под усилителем. Далее, петельки для работы с крышами через, зажали в дверной проеме. У нас вот тут опора остается висеть. Вот так вот. То есть остается висеть опора. Через нее всунули крючок и работаем по прямой. По прямой. Где-где-где. Где крючки. Убрали все мои крючки. А для работы по прямой. То есть есть крюк. Ищем зону. Ищем, где находится крюк. И выдавливаем. То есть уже насколько там выдавливать. Это тренируемся методом опытного тыка. Понимаем, когда мы делаем накол. Не знаю, видно вам или нет. Хорошо, точнее, видно или нет. Потому что мне на камеру, честно скажу, слабовато видно. То, что я вам тут показываю. Вот тут накол идет. Я его делаю. То есть это работа по прямой. Потому что, ну вот, в открытую часть, куда заходим. Там мы работаем по прямой. Вот такими вот крюками. Все остальное. Все остальное это сложный доступ. Уже там ласточкиные хвосты. Китовые хвосты. Тонкие кюрьки. Это все уже отдельно. Этим подлазим под усилители. Куда-либо. Куда мы. Куда мы не имеем уже доступ по прямой. А если под усилителем у нас имеется клей. Нож. То есть берем нож. Разрезаем клей. Чтобы был доступ под усилитель. И проходим нужными нам крюками. Крюков реально много. Реально очень много. Это картинки. Немецкие. Американские. Кстати, вот интересно еще вот эту штуку посмотреть. Если мне ее будет показывать. Я попрошу снять. Что можно показать. Это нагревом. И магнитом. Короче, за счет магнитной индукции. Происходит нагрев. И выравнивание градовых вмятин. В основном такое. Также обратные молотки. Молотки с мягкими насадками. Простукивать. Прощелкивать. Это все нужно. Короче, инструмента реально нужно много. Чем больше инструмента вы имеете в арсенале. Тем более сложные вмятины вы можете вывести. Без дополнительных трудозатрат. А некоторые без нужного инструмента вы просто не выведите. Но основное в ходу. Вот три дня я ковырялся. Из того, что мне понадобилось. Это вот этот один крюк. И на него вот эти вот насадки. Также мне понадобился китовый хвост. Пару раз. И вот эти вот крюки. Левый, правый. Средний по длине. И ну, можно было взять короткий. Но я обошелся более-менее длинным. Также мне понадобилась вот эта вот присоска для работы. То есть мы ее ставим. Присасываем сюда. Вводим крюк. И работаем там, где нам нужно. То есть по прямой достаем. Да вроде и все. А, ну вот они то, что мне нужно. Это китовый хвостик коротенький. Левый, правый, средненький. А, далее. Да, пробочек фторопластовый. И мы подбиваем плюсики. То есть в выступающей части формируем шагреньку. Вот это вместо молотка. То есть он не крошится. С него ничего не сыпется, когда мы его работаем. И он двухсторонний. То есть можно какую-то большую шишку осадить. То есть поставить и простучать молотком именно осадить. И также мы работаем и пробиваем. И еще металлический есть пробой. Но он очень редко используется. Выбивается на колы. То есть изнутри, когда мы очень сильно выдавили. Прям на колчик пошел. Это садится только металлическим. Вот этот сделает яму из него. Наждачок для подполировки мелкой. А, обязательно кепка. Кепку надо одевать на голову. Таким образом, чтобы мы когда работали, мы не видели лампу ту. А видели вот так вот. Чтобы нам в глаза не мешала лампа. Потому что глаза реально устают. Проходит буквально минут 10. Вот я поработал минут 10. И надо отойти, хотя бы пару минут походить, в телефон повтыкать, чаю попить. Потому что глаза нагружаются. И перестаешь видеть реальную картину. Начинаешь тыкать что-то не то. Либо бугров нахерачишь, либо сколов. То есть кепка. В кепке все работают. Мне тоже дали кепку сервисную. Такие вот дела. Что еще из интересного можно показать? Ну, паста полировочная. Это индивидуально каждому. Там кто с чем привык работать, да. Полировочная машинка. Столы для работы. Не обязательно такие вот вертящиеся. Достаточно хотя бы просто обычной раскладушки. Чтобы можно было снять ту же дверь, капот. Положить. Привязать ее. И уже работать, когда она стационарно висит. Вот видно тут еще из зацепляющих устройств. Это цепочки есть на крючках. Это так, чтобы где присоской нельзя прицепиться. Потому что радиус большой, да. Оп. Ввели на нужную там высоту. Как нам надо. Защелкнули. И работаем это все по прямой. Так называемой. По поводу ламп. Сейчас покажу. Ну, лампа реально это основа, да. Без нее не получится работать. Здесь лампы уже более такие современные. Они более дорогие, само собой. Они светодиодные. Они легкие, мобильные. Можно работать от прикуривателя. Потому что вот у них гнездо в прикуриватель. Можно от крокодильчиков подключать, от аккумулятора. То есть, ну, довольно-таки универсально получается. У нее два ряда светодиодов. В каждом из ряда еще есть разделение. Ряд холодный белый. И ряд теплый. Такой более желтый. В зависимости от того, кому как. Но желтый цвет на темный. Холодный на светлый. Это как рекомендуется. Но, опять же, я бывало включал на красном капоте, на этом и холодный. Что-то там посмотреть под другим светом. Как будто по-другому смотрится элемент. И то же самое с нижним рядом. Такие дела. А в пару их включать можно, чтобы просмотреть сдалека сразу весь капот фактически. То есть, мы можем очень много. То есть, два луча мы попадаем почти весь капот. Лифтер нужен будет, да? Ну, давай, покажу тебе. Ну, вообще, что там лучше применить? Лифтер или молоток? Смотри, пользоваться и тем и другим молотком можно делать все. Мини-лифтером не все. Так как он, скажем так, не коспецифический. Ограниченный в плоскости. Во-первых, сюда может грибок зайти не больше, чем расстояние между лапками. А нет лифтеров, у которых регулируется расстояние между лапками? Есть, но они, скажем так себе. Я пока хороших не видел. И в основном не сильно регулируется. Регулируется только вот так, там вниз, вверх и все. А то, что на ножке раздвигать, такого я пока не видел. Ну, еще у него минус какой. Тебе, допустим, надо тянуть, ну, тоже ребро. На жестком месте ты будешь тянуть. Ты, может быть, выдавишь и здесь, а здесь и здесь ты надавишь ямки. Поэтому он очень специфичный. Им хорошо работать, денеть на краю деталя, где жесткие места. Хочешь, где-то можешь упереться ногами в жесткое и между ними причем. На стойках нежелательно, опять же. По той причине, что ты лапками делаешь себе еще две, а то я помню себе. Зато одну убрал. Да. Ну, им хорошо есть потянутая вмятинка, допустим, потуже под покраску. Либо не под покраску, а, скажем, вытянуть, но не до конца. Ну, есть такие дела для ребят. Ну, хотя бы доделать потом уже. И ты его аккуратненько, ты когда надавливаешь, ты видишь, что делаешь, он у тебя аккуратненько стягивает, стягивает. И ты примерно смотришь, остановиться, либо продолжишь. Так, дальше обезжирить, да? Обезжирить. Это та же херня, которая смывает клей потом, да? Да. Все одно и то. Одна и та же херня. Изопропиловый спирт. Ребро. Ну, пахнет классно. Классно, да? Еще. Так, вот и холка. Ребра мы, скорее всего, в чистовую не вытащим. Нет, ну, получается, рядом с ребром просто под эту полку, да? Да. Мы сейчас вытащим. А смотри, вот эту шишку, это, скорее всего, от удара, да, пошла рядом? Вряд ли. То есть она могла бы, скорее всего, она была. Потому что если шишка была бы, была бы как юбка. А это сейчас будет вот этот кривой, да? Да, вот этот кривой. Так, и давай вот так вот. Как-то вот так. Ну, и, соответственно, еще молотки. Этот 1,8, этот 5 килограмм. Соответственно, этот, ну, почти везде тоже универсальный. Там 1,4, 1,6 килограмм, 1,8. Этот в основном используется на джипах, на, там, если пороги просят вытянуть. Какие-нибудь места уже, где поцарапано, под жестянку уже, под покраску. То есть вот этим... Грубая, жесткая сила. Да, то есть под итог, то есть тут у меня нет... Да, грубо говоря, как мягкий споттер. Подожди, а как оно, вот эта штука прицепится к этой части? Переходник какой-то? А, с той стороны смотрю. Я понял. Так. Так же здесь. Прицепился и потянул. Я понял. А еще легче есть, чем 1,8? Ну, вообще бывает? 1,2, по-моему, еще есть. Или 1,4. По-моему, 1,2 еще есть. Чипык. А бить надо, чтобы оторвало или нет? Не всегда, не всегда. Вот здесь ребро будем бить на отрыв, скорее всего, мы с ребра краску сорвем. Поэтому, ну, чуть слабее. Ну, капот не крашеный тут. Поэтому, может, не сорвем. О! Нормально. Но остальное уже... Ну, то есть второй расклеить тут не стоит, да? В принципе, давай попробуем сделать полностью. Здесь уже можно... Ну, в любом случае, если что-то уже дорабатывать крючком, аккуратненько пробежаться. Это более подконтрольно. И тебе проще-то забить, либо поднять крючком. Здесь же, что у нас? Ребро, по сути, встало. Ну, ребро, да, почти. Чуть-чуть надо здесь. Ряда, но тут больше слева даже. Вот такой можно попробовать. Либо такой, примерно по размеру. Либо треугольник взять. И вот этой плоскостью к ребру. То есть, он как раз и будет тянуть. Как раз его сейчас и попробуем. А то, что рядом сейчас справа пошло чуть-чуть... Шишка? Да, ее сейчас не надо саживать? Надо. А мы пойдем против правил. А у меня, кстати, дома была проблема. У меня были грибки. Ну, и этот... Я их тянул такая, как, знаешь, винтовая чуть-чуть-чуть потихоньку. Мы видим, как штопор для шампанского. Да, блин, отрывается от гриба клей. В основном. Это хорошо. Когда остается шляпка, а грибок остается. Да. Это хорошо. Это, скажем так, вероятность больше, когда ты так отрываешь, что у тебя остается краска. Когда у тебя отрываются вместе со шляпкой, то еще пару раз, скорее всего, краску либо лак-то оторвешь. Там даже, когда я оторвал, там даже следы остаются. Что вот лак сейчас как будто пойдет уже. Поэтому, когда след, вот, клей остается на капоте, а грибок остается в обратнике, это хорошо. Так же важно, вот ты когда держишь, тянешь одной рукой вверх и второй. О, ну, в тот случай, как я и говорил, что клей остался. Это хорошо. Ну, я обычным спиртом смывал. Нормально смывает? Ну, в принципе, только надо подождать чуть-чуть, он прям проникает под него. В принципе, такая схема здесь уже все. Но лучше перетянуть, легче осадить. Сейчас, в принципе, забьем. Так, осаживать вот эти же все. То есть, металл тут вообще не... Можно таким, можно пуля насадить вместо большой резиновой. Примерно верно осадили, там надо еще подклеиваться. И тут чуть-чуть я буду забрала еще, да. В смысле, это, да? А, вот здесь, вишь, чуть-чуть шишка есть. А, я понял. Мы сберем обычный бабульник стандартный. А остальное чем лучше делать? Крючком или крючком? Лучше всего крючком, если доступ есть. И возможность есть починить крючком, лучше крючком, безопаснее. Ну, как бы есть, да. В принципе, можно это сделать и клеем. Но ребро еще не ровное, само ребро. Ребро еще не ровное. Еще забивать, а забивать. А градовые вмятины в основном чем? Клеем или крючками? Смотря какие вмятины. Бывает иногда на крыше, пускай 15 вмятин, допустим, 10 делаешь клеем, а оставшийся какие-нибудь острый клей не берет, либо закрывает, приходится так или иначе разбирать крышу, и чистить все равно крючком, потому что на острый. Короче, клей это не выход из всей ситуации. Клей он просто упрощает и ускоряет процесс. Вот есть что-нибудь из повреждений, что можно вытянуть чисто клеем? Можно. Ну так, просто глянуть, показать. Все можно. Давай, может, мы убираем крючки. Ты пока мы там повреждения наделаем. А мы пока повреждения надстремляем. Вот эти три видишь? Эти три можно убрать в ноль? Да. Возможно, получится даже с первого раза. А это будет обратным молотком или этим? Да, давай одно обратным, одно мини-лифтером. К примеру, вот это сюда. По-хорошему надо брать карандаш и в центр ямы делать себе пометку. Точку ставить, крестик, как угодно. Ну, опять же, если не топы, то это... Да. А этот карандаш не мешает клею? Нет. То есть вкруглое клеим круглое? Да. Ну, желательно вклеивать адаптер по форме повреждения. Ну, к примеру, вот я таким и круглое клею, и квадратные, и треугольные, и кризы, и эти полоски делаю им. Ну, это я уже просто не привык. Так, давай, правый делаем обратным молотком, а левый делаем мини-лифтером. Окей. А, еще какой нюанс. Когда отклеивать, можно определить следующим образом. Вот, трогаем ногтем сам клей. Если он теплый, но к ногтю уже не пристает, в принципе, его можно дергать. Ну, тут еще пристает. Стало быть, еще ждем чуть-чуть. Так, поехали. То есть давай где-то, ну, в среднюю силу. А что, не сняли? Сейчас. Давай с него не подлезет. То есть тут мы... Просто посмотреть. Именно не до отрыва, да? Просто посмотреть, какая сила была. Если оторвать, то может, с шишкой бы сразу. Ну, может и с шишкой. Нет, просто кому-то проще шишку потом забить. Ага. У нас так как видеосъемка. Пробуем экспериментально. Да, мы его потом. Даже уже шишка. Даже вот шишка. А если поищу себе не дергали более, вот, здорово. Ну, то есть она плавненькая, аккуратненькая, забить ее очень приятно. А, кстати, чем лучше тут засаживать? Вот это резиновый или... Можешь и этим, и тем. Ну, то есть глобальным. Он, в принципе, мягче. Ну, разница вот этим просто будет мягче. Вот именно такой. Угу. Чуть шире длинная полоса, можно взять большой резиновый. Чуть... А узенькая все тоненькая, вот уже обычным, маленьким. Либо белым, либо силиконовым. Угу. Так, и давай тут сразу. Так, как-то регулируется эта ручка. То есть поднесли. Угу. Натягиваем. Все, лапки встали у нас. И потихоньку, возможно, даже сейчас оторвется. Угу. Так же ручка. То есть небольшое. Ну, обратно молотком мы дергали в полсилы. Угу. Ну, нормально. То есть просадите и все. А вот давай третий, сейчас как раз попробуем обратненько. Но уже прям в полную силу, скажем, да, немного, чтобы дури было. А есть еще меньше грибы? Есть, но по-хорошему они не тянут. А если, допустим, вот сейчас нанести вообще капушку совсем... А же, давай проверим. Ну, скорее всего, держать не будет. Потому что площадь повреждения большая. Грибок сам больше, чем пятно клея. Соответственно, у тебя там по закону физики держать просто не будет. Да, отрывается на ней. То есть сила большая, а вот эта подушка, которая сцепляет она маленькая. Нет, я почему-то спросил, даже, точнее, имеем повреждения. Клей должен выступить за рамки повреждения? Или он должен четенько по границе закончиться? Ну, как правило, он выступает. Ну, в принципе, не критично. Ну, нежелательно. Ты думаешь, что-то это? Да. Улетели на гусли. Это, честно сказать, намного сильнее больше, а удар сильнее был, да? Да. Ну, быстрый удар, он делает больше, как бы, острый подъем. То есть маленькая площадь поднимается. А удар, скажем, с меньшей силой поднимает больше площадь вокруг повреждения. Поэтому с этим тоже надо как-то думать. Не знаю. Это же важно. Нужно полярнуть ей. И все. Маленько поднимать будет. Да, чтобы не прикололо. Не, классно, конечно. Как-то так. Не лазить крючком. Ну, придется лазить крючком. Нет. Ну, клей, существенно. Не, я имею в виду в этом случае. Не лазить крючком. А, эту да. То есть, если на крыше есть две вмятинки, да, я перейдерываю в шишку. Ну, опять же, перед клеем всегда спрашиваем, нет ли пленки и крашеная часть или нет. Ну, крашеную линейку можно толщиномером проверить или на глаз увидеть, а пленка не выдерживает? Там тоже гарантии нет. Даже если хорошая пленка, ты можешь либо ее потянуть, ты можешь ее оторвать, либо клей может ее, грубо говоря, прожечь. А, то есть, а крючком можно сделать? Крючком можно. А пленка просаживается нормально этим пробойником? Ну, если там надо что-то аккуратненько. Если аккуратненько просадишь, можно. И потом пройтись голограммой и губкой. То есть, там следы, возможно, их видно не будет. Это будет как вот шагрейка. Ну, понятно. Там все пленки, тем более крупные всегда, ты как, прям, очень сильно. То есть, это видно не... Что-то они проживают. Ну, в целе, я про вот эту вот сленку первый раз услышал где-то в 2014 году. Просто услышал то, что они там появились, да, там супер, все, пипец, прямо. Крючки больше не нужны. Нет, если бы. Если бы, если бы. А дорогая? Не знаю. Наверное. Ну, не думал, что там доступная всем. Я себе в хорош такую никуда, наверное. Дорого. Это вот в основном для ребят, кто живет и работает в городных регионах. Кого город кормит. Если там разовый случай, либо ты очень ленивый, тебе позволят средства, возьми. Ну, вот так. Вот именно для тем, кому нужна скорость, кто работает непосредственно с градусом. Такую же вмятинку, или можно? Можно. Ну, только здесь, ну да. Ну, там, где не усилитель. Да. Давай, включим, я сейчас покажу. Ну, давай. Мы работаем в основном 80%. Не блецать только. Нет. Ну, не знаю, я не баловался, не пробовал. Не, ну, я так, если слышал. То есть, прям по центрам головки стараемся попасть в вмятинку. То есть, нажали. Ух ты. Прям видно, как понимает. Ореет. Чувствуется, да. Ну, да. Ждем, пока чуть подостынет. Тогда можно осаживать. А, то есть, этой фиговиной можно и шишку наденуть? Да. Чувствую. Либо давай попробуем отсечку. 0,5 секунд. Он сам пролетовляет, он сам, да? Вот, нажимаешь. А, ну, да, сейчас секунду я попаду. Как-то поставь ноги, чтобы на просвет было. А то я вижу, а на камеру реально не видно. Не, просто ноги порогну. Вот так вот, чтобы она просвечивалась. Не знаю, будет она видно или нет, но оно реально, то есть, когда глазом смотришь, прям четко. А если, как бы, чуть подальше убрать, чтобы... Ну, как бы. Видно? Угу. Ага. Холост. Вот, уже горячий, уже можно спалить. Ну, то есть, а кулак пережечь, накосячить можно ей. Можно, сдуру все можно. Особенно, особенно, внимание, белые, светлые детали. Желтые пятна будут. Желтые пятна, да. Также можно сделать, что сделать? То есть, принцип работы у меня фактически, ты замыкаешь через металл, и проходит ток, и нагревает. Магнит-редукция. Так, где-нибудь есть? Герметик. Герметик. Так, собственно, здесь у нас усилитель. С герметиком бы еще показать, где-нибудь. Так, раз подусилитель. То есть, здесь работать он не будет. Там хоть обострее, да? То есть, вот. А-а-а. Он вообще даже не... Он насаживает, правда? Даже просаживает, да. То есть, это хуже. Поэтому усилитель и герметик. Герметик либо срезаем, либо не делаем усилитель, только крючком, либо клеем. А этот прибор уже в этом месте ничего не сделает. И так же край детали. Ну, там, где мощный заворот, то что-то такое, да? Или возьмем те же ребра. Блин, ну, на ребре даже крючком я тыкал гораздо жестче все и... Видно тебе? Да, да, да. Ага, вот так что-то круто. То есть, он... Общая плоскость идет, а... То есть, эффекта нет, то он остынет, все, опять присоединится, да? Ну, круто. То есть, если тут еще 2-3 цикла сделать, все, иначе нужно. Так же вот поднял, остыло, чуть осадил, опять. Сверсило на место, да. Так, еще из того, что не сказали. Это элемент должен быть рабочей комнатной температуры в районе 18, где-то хотя бы. То есть, заехала машина, оставляется, нагревается, либо принудительно прогревается, сушится. И потом только работает, иначе можно оторвать краску. Поклею, в принципе, все. Остальное это опыт, сын ошибок трудных. Набивать руку, набивать руку, набивать руку. По именно работе с крючками. Показать я прям глобально сильно ничего не смогу, потому что я сам ковыряюсь. И ту вмятинку, которую мастер делает 5 минут, я делаю 30 минут. И то не прям уж идеально под лампу. Так, да-да, без лампы, допустим, у братья тут. Вот тут сегодня была длиннючая яма. То есть, я ее вывел. На эту лампу не видно. Ставим вот эту лампу, видно где-то в шагрении ямка, где-то такой микробугорок, который я гоняю туда-сюда. То есть, не могу довести идеально на лампе. Потому что опыта ноль. Поэтому, имея инструмент, берем что-нибудь тренировочное, тренируемся, тренируемся, еще раз тренируемся. Как-то так. Попытаюсь зайти еще в офис, попросить, чтобы рассказали по инструменту, какие есть наборы готовые для старта. Ну, не обещаю точно. Пока что на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока. Продолжение следует.